Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую всех на своем канале Moda HD. И сегодня речь пойдет о том, какую обувь предпочитают носить итальянки. И здесь совершенно точно я могла бы выделить три точных и явных критерия, по которым итальянки, скорее всего, и выбирают себе обувь. Первое. При всей любви итальянок самой обычной, спортивной обуви, просто потому что она, видимо, очень удобна и очень популярна, итальянки любят особенную обувь. Обувь, которая богата фактурой, которая богата цветом. Это, скажем так, необычная обувь. Все, что вы видите на витринах, все, что блестит и очень часто у нас ассоциируется с какими-то китайскими вариантами на тему, итальянки очень-очень любят. Итальянки любят, кстати, обувь китайского производства, потому что она стоит недорого, отвечает тенденциям и также отвечает самому главному качеству. Обувь итальянки любят, которая блестит, переливается и богата своей фактурой. И другая особенность обуви, которую выбирают итальянки, это обувь мужского плана. Если я буду показывать только обувь, очень часто мы сможем даже и не понять, эта обувь, она надета на итальянку, либо она носится итальянцам. Здесь я фотографировала на девушке носки, и другая ее подруга смотрит как раз-таки ей на обувь. Итак, да, итальянки любят грубую обувь. Это прежде всего вся вариация на тему ботинок солдатских на шнуровке. Но итальянки любят эти ботинки, опять же, с какой-нибудь богатой фурнитурой. Это могут быть блестки, это могут быть даже пайетки, это может быть все, что угодно. Разничные гвоздики повсеместно. Они могут использоваться по всей обуви, либо непосредственно рядом с подошвой. Но, в общем-то, здесь комментарии излишни. Чем больше фактуры, вот, например, такой, тем лучше. Да, итальянки любят также сапоги а-ля жакейские, либо, опять же, сапоги а-ля солдатские, не только солдатские ботинки на шнуровке. И третья особенность. Обувь для итальянок совершенно точно не имеет возраста. Мы можем увидеть спортивную обувь, кеды, а также привычные всем спортивные кроссовки, либо, как я люблю говорить, вариацию на тему спортивных кроссовок на сеньорах любого возраста. Мы можем увидеть каблук на молодых девушках, на девушках постарше. Повторюсь, обувь в пайетках, обувь хорошо и богато украшенная. Это обувь, которая встречается на итальянках разного возраста. Субтитры сделал DimaTorzok Мне бы хотелось обратить внимание на этот ансамбль, он уже мелькал в начале видео. Здесь очень и очень грамотно составленный лук. Здесь мои любимые брюки в клетку, которые очень хорошо и современно смотрятся. Здесь сложная обувь. Это солдатские ботинки, которые украшены какими-то заклепками. Здесь так называемая старомодная шуба. Но при помощи белой футболки, по всей видимости, либо какого-то очень легкого белого свитера, все это смотрится очень-очень современно за счет вот таких современных брюк в клетку, а также все-таки укороченного фасона брюк. Итак, итальянки, помимо всего, конечно же, очень любят кроссовки, которые многим до сих пор, насколько я вижу из комментариев, непривычны. Многие не любят кроссовки плюс шуба, многие не любят вариацию кроссовки плюс классическое пальто. Но итальянки совершенно точно носят таким образом. И здесь мы опять же видим, как я уже обращала внимание, обувь зимняя плюс носок, плюс колготки. Я вижу огромное количество таких вариантов. Могу сказать, что совершенно точно это не просто зарождающаяся тенденция, это уже тенденция. Итальянки носят уги. Опять же, уги я встречаю достаточно часто, но уги все-таки уступают по популярности, несмотря на то, что они также, наверное, удобны, как и кроссовки, они все-таки уступают по популярности самым обычным кроссовкам, либо самым обычным кедам. Я думаю, многие помнят эту героиню по стрит-стайлу предновогоднему. Посмотрите, какая у нее обувь, при том, что вот такое выраженное самостоятельное пальто. Итальянки очень любят леопард, итальянки очень любят зебру на обуви. Итальянки очень любят зебру на обуви. Каблук встречается, но все-таки достаточно редко. Я думаю, что это обусловлено также тем, что по мощеным улицам в обуви на каблуках ходить не очень удобно. И чаще всего на каблуках ходят именно молодые итальянки. И мне кажется, именно на них каблук, хотя бы небольшой, смотрится в особенности стильно. Здесь снова белые кеды, белые кроссовки. Их огромное количество. Часто уже встречаются цветные. Опять же, обращаю внимание, не могу не обратить внимания на то, как можно утеплить наши щиколотки. Здесь мы видим цветной носок, фантазийный носок. Снова белые кроссовки. В компоновке с самой обычной жилеткой из меха. И таких вариантов я встречаю очень-очень много на стритстале. Повторюсь, итальянки очень любят. И мне самой очень нравится. Пальто плюс кроссовки. Пальто плюс кеды нравится еще больше. Единственное, что кеды все-таки сделаны из более тонкого материала. Не всегда так тепло. И на самом деле кроссовки, опять же, в силу того, что это белая светлая обувь, они стоят достаточно недорого и прекрасно компонуются именно со светлыми ансамблями. Посмотрите, какое огромное количество вариаций на тему, как я люблю говорить, белые кроссовки. Плюс цветной, очень яркий шнурок. Если в вашем городе таких кроссовок вы найти не можете, вы можете взять самые обычные, белые кроссовки либо кеды и поменять на флоришентные, если я не ошибаюсь по-русски, тоже так произносятся, на такого очень яркого цвета шнурки. И вы будете местным стритстайлером. На девушке кеды Гуччи я не люблю эти кеды. Я не совсем понимаю, как обувь может быть на, скажем так, не одинакового дизайна из одной пары. Я не очень люблю и не очень, повторюсь, понимаю. Но, опять же, вот именно эти кроссовки Гуччи встречаются очень-очень часто. Здесь я хотела показать снова макосины плюс носок в полоску. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любят как раз-таки летящие платья, возможно, даже укороченные летящие платья и сапог. Зимой сапоги практически я на итальянках не встречаю. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, пожалуйста, яркие кроссовки плюс самая обычная классическая шуба. Многие мои зрители называют мою шубу подобного кроя и фасона старомоды. На мой взгляд, смотрятся очень и очень модно, очень-очень, на мой взгляд, стильно. Опять же, цветные кроссовки, повторюсь, цветные кроссовки очень-очень популярны, но белые кроссовки все-таки и белые кеды превалируют. Это девушка из последнего стритстайла. Я думаю, ее многие помнят, но я не могла ее не ставить в видео про обувь, потому что это пример, заснятый пример, когда босоножки либо туфли достаточно открытые носятся с носком. Я к своей фэшн-радости часто встречаю такой вариант на итальянских модницах. Единственное, что не всегда удается заснять, но в этот раз у меня получилось. Посмотрите, как красиво смотрится. И опять же, очень многие подобные мои туфли назвали старомодными, посоветовали от них избавиться. Это туфли на скрытой платформе, но на мой взгляд, полностью амсамбль и компоновка смотрятся очень-очень здорово. И скоро я выпущу видео, как при помощи легких трюков, а не покупок и не каких-то вливаний бюджета в свой гардероб. Можно выглядеть очень классно и стильно. Снова будет видео на эту тему. И там я скажу, что очень важно, если мы имеем старомодную вещь, которую мы не хотим выбрасывать по каким-то причинам, их может быть несколько, мы можем компоновать очень удачно, имея одну старомодную вещь в компоновке в ансамбле, в аутфите и все остальные вещи современные. Эта девушка, безусловно, пример такого, точнее, то, что на ней надето, включая обувь, это пример такого ансамбля. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и в заключении этого видео не могу не обратить ваше внимание, что Timberland в Италии носят и Timberland смотрится очень-очень стильно с самым обычным классическим пальто. Так что модницы из регионов, где погода не балует солнечными днями, где погода не всегда сухая, тротуары не всегда такие чистые, как в Италии, могут взять себе на заметку, что да, Timberland прекрасно сочетается с шубами, прекрасно сочетается с шубами любой длины, а также с пальто любой длины, ну и конечно же прекрасно смотрится с очень популярными в этом сезоне парками. Ну что ж, я на этом с вами прощаюсь, желаю всем поймать свою фэшн-волну, находиться на ней как можно дольше, прежде всего, если хочется там быть. Увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok